Всем привет дорогие друзья, с вами Маракаси. Сегодня я хотел бы показать бой на танке СТБ-1 на карте Песчаная река. Я обсужу важную тему, на самом деле, дальнейшее изменение танков и веток в нашей игре. Потому что тема действительно животрепещущая, многие игроки не понимают, как дальше быть с некоторыми танками не самыми хорошими. То есть, то ли их продать, то ли хранить в ангаре, засадывать, то ли еще что-то делать. Потому что все-таки изменения в игре должны быть. И они будут обязательно, основываясь на официальной информации от разработчиков, я выбрал несколько танков. Ну, особенно я подчеркну один из них, который нужно прокачать, желательно, если, конечно, у вас есть на это ресурсы. И если вы там не новичок, то эти танки, в принципе, заслуживают сейчас прокачки, дабы в будущем получить весьма неплохие машины. Ну, и первый танк, который я хотел бы обсудить, это, как вы поняли, СТБ-1. Тут действительно есть что обсудить, потому что изменения, на мой взгляд, должны быть очень скоро по этому танку. И я объясню свою позицию. Как вы наверняка знаете, разработчики сейчас вот выпустили уже некоторые изменения, которые будут в будущем по ветке шведских средних танков. Ну, а для начала небольшая реклама. Спонсор видео сайта воткит.ру. На данном сайте можно выиграть 5000 золота, а также премиум танки и огромные суммы в голде. Каждый шестой кейс бесплатно, кейсы от 100 рублей и выгодная реферальная программа ждет вас на этом сайте. Ссылка на него в описании, там же промо-код. А вот и победитель прошлого видео, который выиграл голду. Желаешь тоже обогатиться голдой, достаточно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк и в комментарии указать ссылку на профиль ВКонтакте или любую другую связь или почту от аккаунта. Итак, ребята, что же вообще интересного есть? Дело в том, что разработчики ввели, ну как ввели, еще не ввели, но уже как бы планируют ввести шведские средние танки, которые отличаются тем, что у них гидравлическая подвеска, то есть они способны очень хорошо опускать свое дуло вниз, если, грубо говоря, этот танчик, например, шведский топовый имеет, увы, вниз минус 13, что, конечно, впечатляет. При этом в этом осадном режиме не меняются другие характеристики и, в общем-то, я считаю, что, ну, плохо или это, или не плохо, я не знаю, но в любом случае это факт. И разработчики еще на ВГ-фесте говорили о том, что еще один танчик, ну, должен измениться в 2019 году. И даже его внесли в список танков, которые точно изменятся, которые будут ребалансить. Я говорю, конечно, про СТБ-1. Кто не знает, в реальности у этого танка была гидравлическая подвеска. Да, этот танчик был в реальности, ну, такое бывает тоже и в World of Tanks. И, в общем-то, если у шведских средних танков тоже вот эта гидравлика, то и у японца она тоже должна быть. Более того, я основываюсь не просто на своих предположениях, А сами разработчики сказали, что, когда они запилят вот эту вот механику на шведских средних танках, если у них получится это сделать, то они эту же механику добавят и на СТБ-1. А это означает, СТБ-1, ну, получит новую механику. Ну, кто-то скажет, что у него в УВЕ останутся такие же, минус 10 градусов, просто прикрепят механику. Но это нецелесообразно и вообще глупо, в этом нету никакого смысла, просто прикрепить эту механику. Потому что она, ну, вызывает некоторые неудобства, ей еще пользуются не так уж и просто. И если уж ее прикреплять, то ради того, чтобы играть стало где-то поприятнее. То есть, чтобы эффективнее там можно было вести стрельбу из-за рельефа местности, чтобы УВН были просто офигенные. Так вот, офигенные УВН для СТБ-1, это как минимум минус 12 градусов, там, в таком случае это целесообразно. И если разработчики введут такую механику на этот танчик, то УВН у него станут еще лучше. Что я считаю весьма даже неплохо. Ну, вы, наверное, скажете, ну и что, ну, УВН у него изменится, но останется таким же отстоем, как он есть сейчас. Но дело в том, что этот танчик входит в число тех, которые будут ребалансить. То есть, этот танк будут изменять в лучшую сторону. Сами разработчики сказали об этом. И если все это как бы суммировать, то новая вот эта вот гидравлика, более лучший УВН, плюс ребаланс характеристик, возможно, улучшение орудия или подвижности, приведет к тому, что СТБ-1, ну, как минимум, должен стать неплохим танком. А то и имбой, возможно, даже в своем роде. Ну, конечно, это должно быть, а вот как будет, посмотрим в будущем. Опять-таки, я основываюсь только на информации, которую разработчики сами дали. И так как уже шведские средние танки уже не за горами, то и ребаланс СТБ-1, я думаю, тоже скоро подоспеет. Ну, наверное, кто-то скажет, блин, да ребаланс этих танков, он будет только после того, как изменит характеристики голдовых снарядов. То есть, сугубо говоря, ну, понерфит их, вот эти голдовые снаряды. Только тогда они будут заниматься там СТБ-1 и другими танками. Но насчет именно кранвагона изменения выйдут вместе со шведскими средними танками. Так что, ну, изменения по этим танкам могут появиться гораздо раньше, чем ребаланс голдовых снарядов, на мой взгляд. Благо, шведские средние танки, ну, выйдут в следующем патче. То есть, вот сейчас выйдет, скорее всего, патч 1.4.1. Неизвестно, выйдут вместе с ним шведские средние танки. Скорее всего, нет. Скорее всего, все это добро выйдет чуть позже. В новом патче, который, наверное, будет называться, ну, если логически мыслить, 1.5. Ну, раз сейчас будет 1.4.1. Ну, или 1.4.2, что вряд ли, потому что это получается как микропатч. Ну, не как микропатч, вот такой вот. Вот сейчас будет переходный патч, а потом уже будет такой большой патч основной, который, скорее всего, так и будет называться. 1.5, это уже звучит гордо, и там должно быть много изменений. Но какие танки могут измениться еще? Вот сейчас вот, если вы зайдете в ангар, всего три дня будет скидка на танчики некоторые советские. Так вот, среди них есть танк, который я рекомендую вам приобрести, если есть свободные средства. Это у нас ИС-4. Не беспокойтесь, если у вас есть время, вы сможете вот эти деньги потом отбить в линии фронта, заработать их дополнительно, если у вас есть премтанки и время. Ну, и, собственно, по ИС-4 мне тут, ну, особо распинаться не стоит. Все знают, что этот танчик устарел и нуждается в ребалансе. И среди танков, ну, которые ребалансить будут в список, который официально опубликован на официальном сайте World of Tanks, ИС-4 присутствует. Он там красуется вместе с Leopard 1, вместе с Cranwagon, который уже апают, вместе с некоторыми другими танками, там Е-100 вроде бы еще есть. То есть, эти танки можно уже сейчас приобретать заранее, раз и будет ребаланс, значит, должны быть какие-то улучшения. Зачем, собственно, делать ребаланс, если танки останутся такими же, как они есть сейчас? Ну, вот насчет СТБ-1 я ставлю, что танк все-таки будет гораздо поинтереснее. Если прокачиваете эту ветку, прокачивайте ее сейчас. Также еще в 2018 году на вопрос разработчиков, вернее, наоборот, на вопрос игроков разработчики ответили, что изменение веток, именно замены веток, вернее, замены танков в ветках, правильнее сказать, будут еще. То есть, вот вы помните такие замены, которые были в прошлом году, когда, например, или это не в прошлом году было, не помню, ну, короче, неважно, там был, например, Объект 263 раньше на 10 уровне, вместо него добавили Объект 268 вариант 4. Вот такие вот замены, они еще будут, это разработчики отметили. И, конечно, по-моему, самое такое идеальное, ну, время для того, чтобы ребалансить танки и заменять их, это как раз, когда все эти будут перестановки. То есть, кто знает, может быть, какие-то из этих танков даже вообще заменят, или некоторые танки из ветки их, там, 9-й могут уровень заменить, или 8-й какой-нибудь уровень, какой, я не могу сказать, но в любом случае это стоит отметить. Я бы прокачал бы сейчас СТБ-1, и пока есть 4 по скидке, купил бы его и хранил бы его в ангаре, дабы в будущем насладиться его, ну, апнутыми характеристиками. А на этом все, спасибо, что смотрели, желаю вам удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok